Привет, друзья! Меня зовут Игорь Ким. Сегодня мы поговорим об эмоциональном выгорании. В этом ролике вы узнаете, что такое эмоциональное выгорание, как распознать эмоциональное выгорание и как справиться с этим самостоятельно. Но перед этим нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и подписывайтесь на канал. Эмоциональное выгорание чаще всего возникает в период длительного стресса. Что это значит? Это значит, что стресс, который длится больше, ну хотя бы год, он приведет так или иначе к эмоциональному выгоранию. Эмоциональное выгорание приводит к физическому истощению, приводит к эмоциональному истощению, психическому истощению. И это очень сильно негативно влияет на твою жизнь, на качество твоей жизни. Признаки эмоционального выгорания — это депрессия, это снижение иммунитета, это раздражительность, агрессия, слабость, претензионность, состояние жертвы и нарушение сна и половой дисфункции. Если ты обнаружил у себя хотя бы три из этих признаков, то, скорее всего, у тебя эмоциональное выгорание. Как справиться с эмоциональным выгоранием? Я скажу простые вещи, но, скорее всего, будет сложно, если у тебя уже эмоциональное выгорание, то самостоятельно делаем несколько вещей. Это спорт подключаем, мы подключаем врачей, в любом случае обращение к эндокринологу обязательно, прям рекомендую. И третье — это прописать письма прощения. Для чего? Для того, чтобы убрать претензионность и агрессию внутреннюю, претензии к миру. И эти три вещи помогут тебе выйти из состояния эмоционального выгорания. Почему спорт? Потому что можно идти двумя путями. Можно восстанавливать психику и восстановить тело, а можно подключить спорт, как физическую активность, и через это изменить свои гормоны, ввести в норму. Поэтому рекомендую идти двумя путями. Психика — это письма прощения, и физика — это спорт. И возможность отдыха. Но отдыхом вы занимаетесь тогда, когда пропишете уже письма прощения до конца. То есть когда вы эмоционально выплеснете весь свой негатив наружу, когда вы избавитесь и очиститесь внутри, то после этого рекомендую просто отдых. И не обязательно ехать на юга, куда-то к морю. Можно просто пожить дома хотя бы неделю-две и не обременять себя ни работой, ни семьей. Просто пожить и предоставить время отдыха для своего ума, потому что ты последние пять лет уже этим не занимался и не позволял себе. Напишите в комментариях внизу, было ли у вас эмоциональное выгорание, как вы с этим справились, обращались ли вы к специалистам. И задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. До встречи. Пока.